Их морской торговле придет конец. Хотя многое еще зависит от личности, от отдельной личности, от ее качеств. В принципе от предпосылок тоже многое зависит. Если касаться Александра Македонского, то там больше предпосылки сыграли, то что уже подготовил для него Филипп. И то, как вообще сама система была налажена македонских отношений и македонского вот этого вот соглашения. Так, я делаю лучников. Мне нужно много-много венецианских лучников. Я буду потихоньку их распределять по стекам. Копейщики могут держать, а венецианские лучники тем временем делают свое черное. Иногда некрасивое, иногда безусловно сложное, но дело. Не знаю почему, но мне в голову пришли способы заточки клинков. Способы вообще почему-то вот создания различных лезвий. В частности наконечников стрел, то есть зубристые и другие. Действительно, сколько люди извращались, старались, чтобы больше нанести вреда своему противнику. Что только не делали. Вот если походить по историческим музеям. Сколько этого оружия, разного-разного, настолько изощренного, настолько иногда, знаете, диву даешься, как фантазия играла у людей тысячи лет назад. Как вот этим таким изощренным образом убить своего врага. Не только в Европе, и в Африке, и в Азии, и в Америке. Ну, то есть, если наблюдать вот эти вот клинки различного рода. И причем они отличались тоже характерно. Даже по географическому отличию выделяются весьма причем. Причем, ладно, об оружии, о средневековом стоит поговорить отдельно. Мы сейчас обсуждаем Венецию. Мы, в принципе, сделали за последнее время такой форсированный шаг вперед. В смысле обсуждения этих самых венецианских перепитий жизни. И в одно время мы сделаем такой, может быть, даже в ближайший, вот, следующий этот самый цикл. Мы сделаем, может быть, перерыв. Да, мы поговорим с вами о средневековом оружии Венеция-Венеции. Ее история, конечно же, интересна и хороша. Но средневековое оружие интересует не менее. Так что, да, пора, пожалуй, к этому моменту приступить. Я думал отложить это на другие прохождения. Но почему бы и нет? Давайте здесь начнем. Об оружии можно говорить бесконечно. И давайте привнесем какую-то своеобразную нотку. Ну, само собой, я помню о фильмах. Конечно же, я их не упускаю. Мы будем тоже говорить о фильмах по средневековью. Но Венеция не уходит у нас на задний план. Тут момент какой наступил. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тренадцать, четырнадцать. Пятнадцать, шестнадцать. Боже, что вы делаете? Что происходит вообще на карте? Нифига себе, что-то я как-то расслабился. А монголок совсем забыл, честное слово. Так, и это только в пределах видимости. Уже у них три провинции, которые я сейчас вижу. И, 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 и. Сразу вспоминается. Ну уж извините, но невольно вспоминается мне человек, который говорил, что там десять стэков приходит этих монголов. Ну, в смысле вообще всего десять стэков. Хотя да, может быть приходит там десять-пятнадцать, но становится их отнюдь не столько, намного больше. Ну что ж, это еще сильнее влияет на наше желание помогать харизму. И мы будем это делать. Пока что я не отказываюсь от этих планов. Очевидно, что у харизма шутки плохи с монголами. Рано или поздно, рано или поздно нам, может быть, даже придется своими войсками помогать. Не то, что там деньги вливать в эту харизматическую экономику. Что изменилось для Венеции? Потом Михаил, палеолог, то есть вот эти отношения налаживал, налаживал и наладил. Однажды с Венецией они заключили рано или поздно мир. Отношения наладились. Купцы венецианские получили некоторое преимущество. Но былые те, которые были в десятом веке даны им преимущества, они так и не вернули. К сожалению, да, не получилось. Ну что ж, во всяком случае, они смогли хотя бы ситуацию исправить. Несмотря на вот эти первоначальные мысли, что с потерей Константинополя экономика обвалится Венецией, случилось, ну все произошло гораздо мягче. Все равно Венеция продолжала процветать. Она смогла подавить Гену и Пизу. И она смогла потом впоследствии вернуть очень многие свои преимущества. А самое главное, у нее появились колонии. Сохранился тот же самый Крит. Сохранились и дальнейшие развивались колонии в других местах. Я об этом всем говорил в исторической исправке. Там, если вы посмотрите в начале этого прохождения, есть специальное видео. И там рассказано, по каким годам, сколько колоний, где Венеция приобретала. Смысла повторяться я не вижу. Так что такие вот дела. Вот такой вот процесс, который постиг Венецию в то время, которое мы и сейчас с вами. То есть, впервые мы 1241 год на карте, а мы уже ушли за 1260-е годы. По рассказу, который ведем про Венецию, опередили. Таким образом, выгородив себе фору, даже несмотря на некоторые пропуски в игре, фору именно для оружия и для обсуждения фильмов. По средним векам. Так-то вот. Так-так-так-то. И что это будет? Почему так зависло на Монгольской империи? Это очень плохой фактор, то, что она зависает. Ух ты, не понял. Папа что-то там разошелся. Это что, ты собрался в крестовой поход или как? Уж извини, мы на мосту стоим. Надеюсь, ты на нас не нападешь. Священная Римская империя где-то там беспокойство испытывает определенное. Между прочим, нельзя со счетов списывать Папу Римского. Это тот еще плут. Уж поверьте, если он захочет, то он может выловить одно из наших городишек, если мы где-то там не приглянемся ему, или что-то кто-то косо посмотрит. И хотя Венеция, в принципе, это славилась все время своими вот такими духовными крепкими, в то время взаимосвязями с Римским престолом, тем не менее осторожность соблюдать нам следует. Между прочим, венецианцы очень осторожно относились к имперской политике Священной Римской империи до определенного времени. То есть, как раз в то время, которое мы обсуждаем, они поняли, что, собственно говоря, Священная Римская империя не посягает на Венецию. Что она смотрит на нее не так, как на другие итальянские города. Что Венеция действительно мощна и выгодна совсем с другой точки зрения. Плюс вот эта вот отгороженность от части суши представляет из себя нелегким делом завоевания оного города. А, перекрыт путь. Мы просто застряли на Византии. Я уже испугался, что там произошло. И что эти византийцы от нас хотят? Неужели сами солдаты решили обратиться к нам и перейти на сторону Венецианского государства? Ого, да немало у них здесь в Византии войск. Надеюсь, они идут не в сторону Константинополя. И надеюсь, это не тот момент, когда они пытаются его вернуть. Время-то как раз подходит. Это мои мечты, но было бы классно, чтобы в игре все вот эти исторические события, они возникали в соответствии с эпохами. Занял я Константинополь. Ребята идут через какое-то время. Пускай это не будет привязка там к 1242 году или какому-то определенному году. Но... Блин, плохое известие. Пускай это привязка будет... Вот мы захватили Константинополь. Через 56 лет его, допустим, по истории пытаются отвоевать в Византии. Появляются где-то новые войска. То есть больше заскриптованных моментов. То, чего не хватает все же модам. Иногда. Ну и в частности, хотя... То есть есть события некоторые заскриптованные, но их мало. Было бы больше, было бы лучше. Ого, что-то расплодились, Фатимиды. Вы совсем обнаглели. Надеюсь, вы не в нашу сторону пойдете, а в сторону Византии. Я бы не рекомендовал вам нападать на Тартозу. Очень не рекомендовал бы. Мой господин. Ого, 6000 снимаются с вкладов дворян. Дворяне конкретно оббираются. Ну, на то они и дворяне. Пускай я согласен на такие поборы. Потом есть очень легкий способ борьбы с тем, чтобы они... Они города не бунтовали. Это выводить из городов на какое-то время. Пускай стоят или уходят куда-то там к противнику. Мне все равно. Или формировать стеки и нападать именно врага. Так, вот такие вот дела. Вы видите, Хорезм по-прежнему падает. Ну что ж, давайте-ка мы, наверное... Ага, крестовый поход до сих пор длится. Да сколько же можно с этим крестовым походом? Я уже про него и забыл. Впрочем, он мне приносит ресурсы. Хотя, ребятки занимают же для того, чтобы вложиться в этот крестовый поход. Потом мне опять отдавать. Короче, конитель плохая. Ну, что поделаешь? Что не сделаешь ради того, чтобы надавить на монголов? Кто-то умер еще и от чумы. Это у нас был кто там вообще? Посол, посол Мунтения, бедолага. Что ж ты послужил своему государству? Покойся в мире. Сколько таких неведомых послов, которые выполняли свои функции? Сколько таких путешественников, которые не дошли до места назначения? Сколько таких людей, которые неведомо пропали? Когда смотришь со своей точки зрения, то кажется, что ты вот в этом мире, ты можешь поделиться своими идеями, мыслями. Вот сейчас я, например, поделюсь. Вы можете пойти к друзьям поделиться. Или даже там в классе, в школе. А представьте людей, которые жили в средневековье. Они тоже мыслили, тоже мечтали, тоже надеялись. Но фактически поделиться трудно было с кем-то. Почему? Потому что вокруг весьма ограниченный способ их существования и определенное место в обществе не позволяло прыгнуть выше своей головы. Да. Все же человеческая жизнь это действительно штуковина интересная. И благо, что мы живем в такие времена, когда можем, по крайней мере, высказать и успокоить себя тем, что другие узнают нашу точку зрения. Когда-то это было не так. И когда-то большинство людей имели своей участью навсегда исчезнуть в песках времени. Даже не успев не то, что там стать известными, а даже не успев родным и близким сказать о том, что они думают. Ибо не было этих средств, с помощью которых они могли выразить свою натуру, проявить себя. Эти средства-то были, но их было мало. Итак, значит наш план по Генуи осуществляется. По Генуи захватываем Аячу и теперь у нас есть форпост. Расстояние до Генуи сокращается и мы продолжаем осуществлять нашу экспансионную политику. Раз Генуя не хочет с нами, значит, безусловно, она против нас. Ну а кто против нас, рано или поздно становится. Частью нашей прибрежной империи. Уничтожить или награбить, а? Так, 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 так. Ремонта слишком много. Крепостные, конечно же, башни. Ну и остальное все зарядить, построить наперед, чтобы не переживать. Сейчас у меня, кстати, такое количество денег, когда я могу наперед заряжать все постройки и не переживать о том, что слишком много каждый ход снимается. Элементарно не заботясь об этом. Еще о Венеции некоторые моменты вспомнились. Учитывайте тот факт, что город реально жировал. Вот у нас кандидат члена военного совета Бенета де Бречия. То есть, Венеции то, что не было доступно другим, было доступно Венеции. Шикарные похороны, постройки громадного количества изумительных зданий. Те же самые переправления реликвий, ювелирных искусство изделий из других городов, из того же Константинополя. Венецию, приспособление их к местным условиям. Город процветал откровенно. И был одним из красивейших городов Европы. Да, пожалуй, даже после того, как Константинополь разграбили, может быть и самым красивым. Ну, наравне с Римом, где-то туда. Хотя все города славились в определенное время своим процветанием. Но в Венеции как-то, несмотря на кризис, это все происходило стабильнее. Процветание, по крайней мере, не приводило к полному упадку и уничтожению. Ну что, три стека осталось у генуэсцев. К сожалению, Священная Римская Империя отвлеклась на Папу Римского. Я надеюсь, что они не воюют, но очевидно, что какой-то интерес у Папочки есть. И Папочка пытается что-то где-то выудить. Тем не менее, наша основная задача это генуэ, и мы на ней сосредоточимся, перевалив туда все армии, которые имеются в нашем распоряжении. И я очень сильно надеюсь, что у нас все получится, ибо надоело уже терпеть под своим боком такого неблагодарного врага, который не может ничего хорошего сделать. В том смысле, что касается наших планов, безусловно. У Венеции весьма такой разнообразный, разношерстный пул отношений городских, внутригородских. Ну, тем лучше. Чем больше разнообразия, вот часто в экономике даже, чем больше диверсифицированы риски, тем сильнее экономика, тем она держится сильнее. Проблема только у тех государств, которые основные доходы получают либо от ресурсов, либо там от какой-то одной сферы экономики. Риски не диверсифицированы, и может слишком быстро наступить кризис и крах. Вот, например, как в Штатах перекос этот в недвижимость был, громаднейший, сумасшедший перекос в налоги и недвижимость. И в результате вот этот вот 2008 года крах, от которого пострадал весь мир, а не только Соединенные Штаты. Увы. Так что перекос в любую сторону, это всегда плохо. И часто опытные экономисты всегда обращают внимание на эти перекосы и пытаются донести до правительств, чтобы эти перекосы были преодолены. Но часто их не слушают. И так тысячи лет, государство за государствами. Испытывают трудности, потом из них выбираются, потом снова их испытывают. Какие-то погибают, какие-то выживают. В любом случае, страдают от этого больше простые люди. Элита зачастую лишь получает бонусы. Вот отсюда у меня и такое отношение к элите. То есть, это люди, которые на себя много принимают и которые много получают за это. Поэтому, то, что их там где-то кого-то или убили, или еще что-то, это вполне оправданно и мне кажется справедливо. Раз ты уже в эту игру ввязываешься, то будь готов к любым последствиям. И эти последствия несправедливы. То есть, ни малейшего сожаления не должно быть, если такое происходит. Конечно же, если такое происходит с людьми, которые не в игре, которые являются лишь средством, то тут все сожаления и сочувствия возникают. Ну что, вы, наверное, заметили, да, что войска я готовлю серьезно. Наконец-то, в кои-то веки у нас появился такой шанс сформировать хотя бы один существенный стэк и повести его на победу. И эта победа у нас будет либо над фатимидами, если мы успеем, если их не сожрут другие, в частности, Византия. Между прочим, на Византию я почему обращаю внимание так несколько раз? Мог бы ее оставить, забыть и начать расширяться? Хе, вопрос. Снова же, куда начать расширяться? Хорезм. Хорезм и так имеет много проблем. Смысла с ними воевать нет. Остается только Византия, да, и фатимидов добить. Все. Больше альтернатив нет. Еще Генуя, но Генуя само собой. В Европе воевать пока нет. Пока не решен этот монгольский кризис, пока не наступил перелом, не получится. Воевать туда, идти с Киевской Русью, Крым, Кипчаки. Вариант хороший, я о нем подумываю, но сначала нужно вот эти вот ближневосточные проблемы все порешать, и потом мы будем развиваться в другом направлении. Между прочим, еще можно отобрать Керак, который не нужен фатимидам, он отделен от их остальных территорий. А мне вот пригодится, ибо это замок и сможет усилить мою военную группировку. Окей, значит давайте добивать фатимидов. В первую очередь, основная задача. Что ж, я могу констатировать, что мы многого добились. За эти несколько ходов смогли создать военное давление очень сильное и на фатимидов, и на Геную. Сейчас, в ближайшее время, произойдут основные столкновения. Отхватить у Генуи Аячу, отхватить... Как он там, Тормоз или Тарнос. Как он там, Тормоз. Как он там, Тормоз. Как он там, Тормоз. Как он там, Тормоз.